Александр Панчин Александр Панчин Александр Панчин Предлагаю провести маленький обмен, вот вам кликер, он вам пригодится в ходе экции, а мне книжку, но на самом деле книжка не мне, мы с Александром за кулисами договорились, что вот это замечательное произведение под названием «Защита от темных искусств, путеводитель по миру паранормальных явлений», как вы понимаете, за авторством Александра, достанется, я думаю, что с дарственной надписью от автора, человеку, автору самого лучшего вопроса. Так что слушайте внимательно, готовьте свои вопросы и мы прямо в финале разыграем. Александр сам скажет, кто победит. Я пока что у себя подержу, чуть-чуть полистаю. Я тебе доверяю, да, что ты не убежишь с ней. Да, ну а вы, пожалуйста, начинайте. Еще раз аплодисментами поддержим, поехали. Спасибо, спасибо. Как уже было сказано, я вхожу в комиссию РАН по борьбе с луженаукой и на протяжении очень многих лет занимаюсь тем, что развеиваю самые разные мифы. И сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторым обобщением, некоторой метафорой, с помощью которой я для себя описываю процесс распространения фейков, распространения псевдонауки, заблуждений, суеверий и так далее. Мы задумывались о том, почему часто так бывает, что люди стучатся в дверь и предлагают поговорить о Боге, но не стучатся в дверь и предлагают поговорить о квантовой механике. Действительно, научные идеи, они эволюционируют по принципу, что отбираем то, что лучше всего соответствует действительности, лучше всего проверяемо, то, что можно каким-то образом подтвердить, соответствует каким-то фактам. То есть есть отбор в пользу достоверности, но в массовой культуре побеждают вовсе не те идеи, которые правильные, не те идеи, которые полезны, а те идеи, которые людям нравятся по каким-то причинам, идеи, которые легко заражают умы и легко распространяются. Может быть, кто-то читал книжку Ричарда Докинза «Эгоистичный ген», где он вводит понятие мем. Мем — это единица культурной информации, которая подвержена дарвиновскому отбору. То есть идеи соревнуются между собой, мы можем рассказать одну историю, можем другую, но мы выбираем рассказать одну, а не другую. И какая идея будет лучше распространяться, зависит от свойств этой идеи. Вот от термина «мем» в академической литературе немножечко ушли в сторону. Есть такой термин, называется «культурная эволюция». Это дисциплина, которая занимается изучением того, от чего зависит, насколько хорошо те или иные идеи распространяются в популяции человеческой. То есть мем — это уже не просто какая-то смешная картинка из интернета, а это действительно, это может быть научный факт, это может быть история, это может быть целая концепция. И вот эти мемы могут захватывать человеческие умы. И есть нечто общее в том, как эти идеи развиваются, они эволюционируют и меняются, но это все более и более привлекательно для людей. Можем это увидеть на примере и религий, и самых разных сфер человеческого знания и незнания тоже. И в этом они похожи немножко на то, как эволюционируют, например, вирусы. Что общего между биологическим вирусом, между компьютерным вирусом и, скажем, идеей, что люди произошли из дельфинов? Все это некоторая информация, которая распространяется с помощью своих носителей. Биологический вирус используют для своего распространения клетки, компьютерный вирус – компьютеры, ну а идеи используют человеческие мозги. И, развивая эту метафору дальше, можно подумать о том, почему же все-таки одни идеи лучше, чем другие, проникают в эти мозги и почему они там лучше остаются. Ну вот возьмем, например, вирусы, биологические вирусы, ВИЧ. Он проникает в клетки человека не просто так, а взаимодействуя с определенными молекулами на поверхности этих клеток. Ну, на примере для ВИЧа очень принципиальным является рецептор химокинов ЦЦР-5. Такая молекула на поверхности ряда клеток иммунной системы имеется, ВИЧ с ней связывается, проникает в клетку. Это такая уязвимость. Но и по аналогии с этим есть уязвимость и у человеческих мозгов. И я приведу вам примеры уязвимости, которыми пользуются псевдонаучные идеи. Один из примеров такой уязвимости – это так называемый эффект Барнума. Ученый по имени Бертран Фарер провел эксперимент, где он взял студентов и предложил им пройти тест личности. А после этого выдал им описание личности, основанное на результатах этого теста. И попросил оценить по пятибалльной шкале, насколько вам это подходит. И подавляющее большинство студентов поставили оценку 4 или 5, то есть очень хорошо подходит. А потом выяснилось, что всем студентам дали одно и то же описание личности, взятое из газетного гороскопа. То есть людям свойственно принимать некоторые очень общие суждения за нечто, что очень индивидуально про них. Подмечать совпадения, не замечать расхождения и так далее. И вот на этом эффекте построен целый пласт самых разных псевдонаучных идей. Начиная от системно-вертной психологии, соционики, астрологии, заканчивая гаданием по ладошке, гаданием по форме тела, гаданием по форме черепа, гаданием по лицу. И более-менее по чему угодно. Можно хоть по отпечаткам ягодиц гадать, используя такого типа методы. Другой пример уязвимости человеческого мозга. Этот феномен был открыт психологами Уильямом Карпентером и Мишелем Шевролем. Шевролем предлагал людям взять в руки маятник, закрыть глаза и представить вращение этого маятника по часовой стрелке или против часовой стрелки, но при этом обязательно не двигать свою руку. Но оказывается, что люди начинают таки двигать свою руку, сами того не замечая. Маленькие движения появляются. Люди думают об этих движениях и от этого они зарождаются. Но люди их не осознают как собственные. И поэтому им кажется, будто бы какая-то неведомая сила, возможно, двигает этим маятником. Это получило название идиомоторных актов. И вот Уильям Карпентер предположил, что идиомоторные акты объясняют, почему люди могут верить, например, в лозоходство. Это когда вы берете палочку и с помощью нее пытаетесь найти воду. И как будто бы кажется, что палочка сама отклоняется куда-то, но это вы сами ее отклоняете, предполагая, что там может быть вода, не осознавая того, что это делаете вы и приписывая этот эффект палочке. И на основе идиомоторных актов лежит целый ряд, опять же, пласт идей, которые распространялись в человеческой культуре. Одна из них, например, столоверчение. Медиумы вызывают духов, которые могут привести, способные прийти к вращению стола, к вращению. И вызываем дух, а стол вращается. Все как бы казалось бы просто. И при этом все люди, присутствующие за столом, могут клясся, божиться, что они к этому не имеют никакого отношения. Ученый Майкл Фарадей придумал элегантный эксперимент, как проверить столоверчение, действительно ли это делают духи. Давайте мы на этот стол наклеим некоторую клейкую субстанцию, поверх нее положим листы бумаги, а медиумы положат руки на эту бумагу. Если духи вращают стол, то сначала поедет стол, а потом подтянутся руки за столом. А если медиумы вращают стол, то сначала поедут руки, а потом стол подтянется за ними. Ну и, естественно, оказалось, что медиумы вращают стол, а не духи. Более того, Фарадей предлагал еще одну вещь сделать. Можно прикрепить динамометр, прибор, который измеряет силу к этой конструкции, таким образом, чтобы медиум видел, когда он прикладывает силы свои к вращению стола, по отклоняющейся стрелочке этого прибора, и тогда стол больше не вращается. Люди видят, что они оказывают силу, они перестают ее оказывать, и эффект пропадает. Но есть другие вещи, да, там, заска Уиджа, с помощью которой общаются с духами, основанной на идеомоторике, уже упомянуто его заходство и много чего другого. Еще один пример. Намного больше этих уязвимостей, но это тоже очень важно, и, наверное, самое важное. Иллюзия причинности. Смотрите, если два события, одно за другим происходит, означает ли это, что между ними есть причинно-следственная связь? Вот петух прокукарекал, а потом взошло солнце. Это же не значит, что если мы зарежем петуха, то солнце больше не взойдет. Но почему-то людям, которые сталкиваются с какими-то целителями или магами, им кажется, что вот мне было плохо, я сходил к целителю, мне стало лучше. Но это не значит, что если бы вы не сходили к целителю, вам бы не стало лучше. Вот эта ошибка, она очень распространена в человеческой популяции, и она очень легко иллюстрируется в том числе и некоторыми научными экспериментами. Например, здесь что сделали? Взяли астматиков и предложили каждому из них пройти в случайном порядке, подвергнуться четырем типам воздействия. Одно из них – это реальное лекарство от астмы, которое вдыхают с помощью ингалятора. Второе – это плацебо-ингалятор. Третье – это иглукалывание, но еще и к тому же неправильно сделанное. И четыре – это невмешательство, то есть ничего не делаем. И вот каждый проходит через четыре таких этапа на протяжении какого-то времени. И есть два способа померить эффективность этого вмешательства. Первый способ – он объективный. Вы можете с помощью прибора измерить пропускную способность легких человека. И оказывается, что реальное лекарство от астмы, оно работает, а все остальное одинаково, бесполезно. Но если вы спросите у людей, а как вам кажется, что вам помогло, то внезапно все одинаково и эффективно по сравнению с невмешательством. То есть мы получаем ложные убеждения людей в эффективности чего-то. И действительно, на основании единичного опыта одного человека понять, что работает, а что нет, достаточно сложно. Наше восприятие достаточно обманчиво. И этим пользуются люди, которые более-менее все, что существует в природе, попытались превратить в средства альтернативной медицины и продать. У нас есть литотерапия, лечение камнями, магнитотерапия, лечение магнитами, гомеопатия, лечение суперсильно разведенными препаратами, в которых нет действующего вещества. У нас есть рейки, аюрведа, акупунктура, ауринотерапия, целительство, молитвы, все что угодно. И можно очень легко убедить людей в том, что что-то помогает, даже если это абсолютно бесполезно. Так вот, через такие пункты уязвимости, подобные вирусным рецепторам в наших клетках, вот эти идеи проникают в мозги, но дальше они там должны еще как-то закрепиться. А закрепиться им мешает кое-что. Мешает, например, то, что эти идеи действительно противоречат современной научной картине мира. И надо как-то это примирить, этот факт, человеку, который такую идею подцепил. И есть две условные стратегии, которые может применять носитель такой идеи. Или сама идея может подталкивать человека к принятию одной из этих стратегий. Одна из них, я буду называть это разрушением иммунитета. Вот некоторые вирусы умеют разрушать иммунную систему, например, ВИЧ. Если наука и критическое мышление – это наш иммунитет от псевдонаучных идей, то, значит, надо поставить под сомнение научную картину мира. Нужно сказать, что наука – это вообще-то фигня, зло, и с этим нужно бороться. Вот, например, есть такой предприниматель Герман Стерлигов. Он прославился тем, что он рисовал, ну, брал портреты ученых известных, кидал в них помидорами. И говорил, что ученые – это колдуны, от них все беды, и вообще их надо сжигать на костре. И у такой позиции есть один минус. Потому что вообще-то мы живем в технологическом мире, где если вы отрицаете на полном серьезе науку, то хорошо бы вам сначала избавиться от сотового телефона, перестать летать на самолетах. Вот, собственно, видите, Герман Стерлигов попросил у друзей, чтобы ему скинули донаты на полет из Свободы на Афон, а ему, справедливо говоря, самолет придумали колдуны ученые, вам нельзя на нем летать только перекладными на лошадях. Достаточно уязвимая позиция, согласитесь. Много придется пожертвовать в этой жизни. Но есть другой подход – это мимикрея, когда вы, наоборот, пытаетесь сказать, что нет, наши идеи и есть самые научные, мы настоящая наука, мы астрологи, мы на самом деле наукой занимаемся. Мы сейчас оба этих подхода немножко разберем, начнем с разрушения иммунитета. Как я уже сказал, ВИЧ разрушает иммунитет. И к чему это приводит? К тому, что после ВИЧа, если произошел синдром приобретенного иммунодефицита человека, то человек легко заражается другими инфекциями, аппортунистическими инфекциями, от которых может наступить во многих случаях смерть. Аналогом этого являются конспирологические теории, аналогом приобретенного иммунодефицита. То есть, если человек уверовал в то, что, допустим, земля плоская, значит, есть заговор ученых. И этот заговор ученых, он, видимо, очень массовый, он очень масштабный. И кто знает о каких еще заговорах эти ученые принимают участие? Действительно, есть такой замечательный фильм, он называется «Behind the Curve» или «За изгибом». И в этом фильме показан, это документальный фильм про плоскоземельщиков. И там показана эта трансформация. То есть, вот есть эти безобидные плоскоземельщики, они верят в то, что земля плоская, у них есть свои сайты знакомств, у них есть свои конференции, форумы, семинары, сообщества и так далее. И они между собой общаются, взаимодействуют и вот показывают таких вот плоскоземельщиков, и один из них говорит, ну да, вот есть заговор ученых, скрывающих форму земли, но также очевидно, что они скрывают и вред от вакцин. И, собственно, один миф, разрушив эту иммунную систему, пропускает в голову все остальные. Все, ученым верить нельзя, поэтому ВИЧ не существует, вакцины убивают, ГМО вызывает рак и бесплодие, на Луну американцы не летали и так далее, и так далее, и так далее. Одна идея разрушает все остальные. Мне кажется, что эту проблему очень красиво описал Элайзер Ютковский в книге «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Я очень рекомендую эту книгу. Я прочитаю небольшой фрагмент. Ложь множится. К примеру, кто-то продает тебе некое лекарство, альтернативная медицина, которое не работает. И любой двойной слепой эксперимент подтвердит, что лекарство не работает. Тогда тому, кто захочет предложить продолжить защищать ложь, придется разуверить тебя в правильности экспериментального метода. Например, заявить, что экспериментальный метод годится только для научных лекарств, а не для столь чудесных продуктов альтернативной медицины, как у них. Или, что хороший и добродетельный человек должен верить изо всех сил, и неважно, что при этом говорят свидетельства. Или, что правда не существует. И нет такой вещи, как объективная реальность. Солгав однажды, ты обнаружишь, что правда отныне стала твоим врагом. Вот это и происходит. И один из самых известных философов, на которого очень любят ссылаться сторонники самой разной конспирологии, альтернативщины и так далее, на его примере тоже забавно эту мысль проследить. Философ этого зовут Пол Фейрабент. Он написал произведение, которое называется «Против метода», где он жестко критикует научный метод и сомневается в том, что астрономия чем-то лучше астрологии и так далее. И как он обосновывает свою точку зрения? Ну вот среди его обоснований мне очень понравилось вот такое. Он говорит, что существуют явления и средства диагностики, которых современная медицина не может воспроизвести и для которых у нее нет объяснения. То есть есть работающие методы, наука их отрицает, а они работают, значит наука пролетает по очевидным причинам. Но самое любопытное это то, какие методы диагностики он считал такими правильными работающими, но при этом отрицаемые наукой. Гадание по типам пульсов. Гадание по типам пульса. Ну в те времена, когда феррабинт это предполагал, может быть действительно тема была неизученная, но вот в более современном мире кто-то решил это проверить. Давайте мы возьмем этих вот специалистов аюровидического гадания по типам пульсов. Ну не гадание, это диагностика заболеваний по типам пульса. Я это гаданием называю условно. Взяли таких специалистов и предложили им, вот вам пациенты, поставьте им ваши диагнозы. А потом мы проверим, насколько между вами ваши собственные диагнозы совпадают для одного и того же человека. И оказалось, что два разных специалиста этой аюровиды, которые пытаются поставить диагноз одному и тому же человеку, совпадают в своем диагнозе так же часто, как если мы просто будем монетку подбрасывать. Абсолютно рандомно. Вряд ли это надежный метод диагностики, согласитесь. Но зацепившись за такой пример справедливо отрицаемого наукой заблуждения, человек выводит дальше концепцию о том, что вообще науке доверять нельзя. Ну и дальше появляется та самая конспирология. Наилучшим средством для того, чтобы заставить замолчать научную совесть современного ученого является все-таки доллар. То есть за деньги ученые скрывают правду. Ну и дальше, собственно, приходит к своему основному выводу о том, что необходимо пересмотреть наши отношения к мифу, религии, магии, колдовству и ко всем тем идеям, которые рационалисты хотели бы навсегда стереть с лица Земли. И что такие же права у родителей должны быть выбирать астрономию, учителю астрологии, как то, какую религию рассказывать своим детям, ну и так далее, и так далее. Окей, то есть разрушение иммунитета это одна из вещей, с которыми мы можем столкнуться, сталкиваясь с псевдонавучными идеями. Но есть другая, это мимикрия. И, кстати, вирусы тоже это умеют. Вот тот же ВИЧ, он умеет брать компоненты клеток, выставлять их на свою поверхность и пытаться скрываться от иммунной системы. Типа я свой. Так и здесь, как только ученые открывают что-нибудь новое, интересное, обязательно появляется кто-то, кто использует этот научный термин, новый, для того, чтобы что-нибудь кому-нибудь продать и объявить лекарством, объявить суперчудо-средством. Ну, например, ученые открывают радиоактивность, и тут же появляется зубная паста с радиоактивностью, урановое мороженое, крем для красоты с радоном, радиоактивный, извиняюсь, заряжатель воды с помощью радиации. До сих пор в России используют для лечения некоторые заболевания радоновые ванны. Единственное, что в науке известно про радоновые ванны, это то, что радон может повышать риск рака легких. Никаких положительных эффектов от этого не обнаружено. В санаториях это считается классной терапевтической процедурой, потому что радиоактивность. А мимикрия, может быть, другое. Например, магниты тоже. Появляются магниты, ученые их открывают и воду заряжаем магнитами, браслеты с магнитами. Куча таких вещей. Электричество, когда открыли, моментально начали воду заряжать электричеством. Или вот, например, пояс для улучшения мужского здоровья, который бьет током. Ну, это, кстати, может, и работает, я не проверял, не знаю. Биология. Ученые открывают стволовые клетки, которые очень важны для регенерации, для восстановления утраченных клеток нашего организма. Соответственно, возникает связь стволовые клетки, регенерация. Хочу омолодиться, значит, мне нужны стволовые клетки. И вот, пожалуйста, крем для красоты со стволовыми клетками, но со стволовыми клетками растений. Вообще, это достаточно забавно, потому что растительные клетки стволовые, они не могут превратиться в клетки человека. У них другая ДНК, и клетками человека они, в принципе, не станут. Я даже думаю, может быть, они говорят про клетки ствола растений. Но это так не работает. Непонятно, почему кто-то думает, что стволовые клетки растений могут помогать омоложению. Но, может быть, хорошо, что используются стволовые клетки растений, а не человека, потому что с этим тоже есть проблема. Если это стволовые клетки в медицине используются, иногда они используются неправильно и не в тех целях. Вот, например, история про женщину, которая хотела избавиться от морщин с помощью инъекций мезонхимальных стволовых клеток. Это стволовые клетки, которые могут превратиться в клетки жировой ткани, и поэтому это бы разгладило морщины. Эта идея, может быть, не самая плохая, но также эти клетки могут превратиться, например, в костную ткань. И у этой женщины это произошло. У нее в какой-то момент она почувствовала, что ей больно открывать-закрывать глаз, и она пошла к офтальмологу, и у нее обнаружили костную структуру в глазу, которую пришлось хирургически удалять. Ну, глаз ей спасли, но согласитесь, что история не очень приятная. В общем, тоже вокруг стволовых клеток возникают мифы. Самое любимое слово самых разных мошенников от медицины это слово «квантовый». Есть нормальная наука, квантовая физика. Пожалуйста. Но берем это слово «квантовое», оно такое загадочное, никто не понимает, что это значит. И вот есть у нас чудо-средство, и мы не хотим объяснять, как оно работает. Никакой там фармакодинамики, никакой фармакокинетики, ничего этого мы не изучали. Но мы хотим его продать. И мы скажем, оно работает по принципу квантовости. И все в это верят. И возникают кабинеты квантовой диагностики, квантовой медицины, обычно рядом с гомеопатией. И это используется вот в таких вот маркетинговых целях. Ну вот, например, представитель Национального совета по гомеопатии Алексей Карпеев вот так вот описывает ту самую гомеопатию. Да, я напомню, на самом деле гомеопатия это мы берем что-то, разводим сто раз, потом еще сто раз, еще сто раз, еще сто раз, и так 30 раз подряд, когда там ничего не осталось, потом при этом стучим по деревяшке обязательно после каждого разведения. И вот этот вот бессмысленный процесс можно описать иначе. Гомеопатический препарат это совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенцирования, которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма, то есть подобное взаимодействует с подобным. И уже сразу хочется в это поверить, но это полный бред, это полная бессмыслица. Мне это напоминает, вот есть у меня очень любимая компьютерная игра, называется Mass Effect. И там есть всякие бионики, телекинез, путешествия со сверхсветовой скоростью и так далее. И все это объясняется неким загадочным эффектом массы. Вот есть некий эффект массы, и вот он помогает нам делать это, то и другое. И для фантастики это совершенно нормально, это же фантастика. Нам хочется это сделать, вот у нас есть такое объяснение. Но представьте себе, вы приходите к врачу и спрашиваете, как работает этот препарат. Он говорит, ну эффектом массы. Ну это же бессмысленно, это не объяснение. А другого объяснения у них нет. Или вот, например, в России недавно одобрили, Минздрав одобрил прибор для борьбы с коронавирусом. Стоит этот прибор 3,6 миллиона рублей. Называется он ТОР. А вот как описывают механизм его действия. Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового зашумления успешно подавляет коронавирус. Это бессмысленный набор слов. Возвращаясь к предыдущему слайду, вот при этом, внизу вот ссылка на исследование психолога, которого зовут Гордон Пенникок. Исследование называется «О восприятии и распознавании псевдоглубокомысленной чуши». И суть исследования была в том, что людям предлагали предложения, составленные из наукообразных слов, но сгенерированных генератором случайных текстов. То есть, скажем, я сейчас выдумываю, квантовая гравитация порождает триединство синуса в косинусе. Ну, бессмысленный набор слов, да? Но оказывается, что многие люди находят такие бессмысленные словосочетания осмысленными, и особенно те люди, которые, как потом оказывается, верят во всякую псевдомедицину, псевдонауку, ну, вроде той, про которую я сегодня рассказываю. Ну, хорошо, развиваем метафору дальше, вирусы и идеи. Что еще интересного бывает у вирусов? Есть такая штука, называется реассортация. Это когда два вируса, ну, например, два вируса гриппа, у гриппа такое бывает, заражают одну клетку и обмениваются генетическим материалом, и на выходе получается какой-то новый вирус, у которого могут быть новые свойства. Он может быть более заразный, например, а может быть нет. Но если он более заразный, то он будет эффективно распространяться в популяции. Вот есть пример такой, это называется реассортация, есть пример реассортации в мире псевдонаучных идей. Есть такая штука, называется human design или дизайн человека. Идея какая? Сначала я думал, что это может быть про генную модификацию человеческих детей. Ну, разрабатываем ребенка, глаза, чтобы были голубые, волосы, черные, не знаю. Оказывается, нет, это смесь индуистской системы чакр, западной астрологии, иудейской кабао и китайской дзин. Но по сути, вы просто на сайте вводите свою дату рождения и получаете по эффекту Барнума, про который я уже рассказывал, описание вашей личности, как в астрологии. А дальше за денежку вам предлагают уже индивидуальную консультацию с разбором персональным вашего бодиграфа. Это мой бодиграф, видите, он очень наукообразно выглядит. Это вот некое описание меня в рамках системы human design. И опять же, как это работает по мнению авторов этого всего. Я просто как биолог поражаюсь этой гениальностью. Смотрите, мы знаем о генетике и квантовой физике, знаем о 64-х кадонах ДНК нашей генетической матрицы. Комбинации их уникальных сочетаний мы получаем от родителей. Но в нашей системе учитываются и такие объективные параметры, как поток нейтрино, который проходил в момент рождения через планеты, активирует те или иные кадоны, нейтрино, передатчик информации. Начнем с того, что кадоны это в нашей ДНК, а не в планетах. Поэтому как, проходя через планету, нейтрино влияет на кадоны в ДНК, это для меня загадка. Или почему важно, что это было в момент рождения, а не в момент зачатия. Ведь в момент зачатия легче повлиять на ДНК. Вы внесете одну мутацию каким-то образом, допустим, и это повлияет на все развитие организма. Когда ребенок уже родился, то как бы измените один кадон в ДНК какой-то клетки, это уже ни на что не повлияет. Радо что к раку может привести, я не знаю. Вот так выглядит детектор нейтрино, если что. Нейтрино очень плохо взаимодействует со всем остальным и очень сложно их детектировать. Но они используют эти наукообразные слова для того, чтобы продать ерунду. Еще один пример такой вот имя микрии и реассортации. Есть такой проект, называется драматографическое коммерческое тестирование. Помните, есть, там была раньше хиромантия, где гадали по ладошке. А теперь это сделали наукообразно. То есть вы с помощью специального прибора помещаете свою руку и там измеряют ваши отпечатки пальцев, а потом вам выдают описание вашей личности по эффекту Барнума и дальше за дополнительную денежку, большую подробную консультацию о том, по отпечаткам пальцев каким спортом вам заняться, какие у вас таланты, в какую профессию пойти, джаз вам или рок-н-ролл, ну я, может быть, здесь утрирую, какие болезни вас ждут в будущем. И все это они пытаются как бы обосновать, но обосновать не какими-то нормальными научными публикациями, там с этим у них очень плохо, у нас в комиссии борьбе с наукой есть меморандум о уже научности коммерческого дерматоглифического тестирования, можете найти в интернете, но очень странными аргументами, ну например, они говорят, они очень пытаются сделать вид, будто бы это похоже на генетическое тестирование, потому что известно, что по некоторым мутациям в ДНК что-то человеке можно сказать, не то, что прям очень много, но что-то можно сказать, ну есть заболевания, которые предсказываются хорошо по генетическим маркерам, вот они говорят, смотрите, одноицовые близнецы практически не различаются по набору генов, их пальцевые формулы практически всегда идентичны, то есть пытаются связать и генетику, да, и пальцы, ну во-первых, во-первых, пальцы, пальцевые узоры одноицовых близнецов такие отличаются, и есть исследования криминалистов, которые занимаются поиском преступников по отпечаткам пальцев, вот, и они абсолютно точно вам скажут, что нельзя перепутать двух одноицовых близнецов по отпечатку пальца, у них разные отпечатки пальцев, потому что в появлении отпечатков пальцев очень большой шум есть, стахасический, вот, но даже если бы были у них одинаковые генетические пальцы, это не значит, что, ничего не значит, это бессмыслица, или, например, они говорят, что отпечатки пальцев человека формируются одновременно с нервной системой человека, исходного эмбрионального материала. На эту тему антрополог Санислав Дробышевский шутил, что, ну, и кожа на попе тоже формируется, тогда же примерно, поэтому давайте по попе гадать, но самое смешное, они пытаются связать с развитием нервной системы, вот есть такое, такое состояние, ну, не состояние, не заболевание, но, в общем, особенность, это адраматоглифия, это когда у человека нет отпечатков пальцев, вот, как справа изображено, у людей, у этих есть две проблемы в жизни, они чуть-чуть больше потеют, и у них проблема, когда они пытаются границу пересечь по биометрическим показателям, у них все в порядке с нервной системой, у них нет отпечатков пальцев, отпечатки пальцев не говорят ничего о состоянии нервной системы, ну, и дальше, чем сложнее тип узора, тем дольше формируется нервная система, в связи с этим изменяется основной план ее строения, что значит меняется основной план будет два продолговатых мозга, три средних мозга, что там будет, еще один дополнительный мозжечок, у кого из нас отличается основной план строения мозга, я вот этого не могу понять, ну, ладно, хорошо, по сути, они пытаются связать, выдать некую там корреляцию между чем-то и чем-то за некоторую осмысленную взаимосвязь, вот эта вот картинка взята с сайта, которая называется Spirer's Correlations, они ищут забавные корреляции, по одной, это все по оси X у нас время, по оси Y два графика, один из них, это количество людей, которые умерли, задохнувшись постельным бельем, а второе, это доходы горнолыжных организаций, смотрите, хорошо они коррелируют, ну, научно, значит, не просто так людей душат постельным бельем в кровать, хорошо, еще одна вещь, которая есть у вирусов, это способность эволюционировать и уходить от тех методов борьбы с ними, которые мы применяем, резистентность, мы придумываем лекарства от вируса, часть вирусов погибает, часть вирусов выживает, те, которые выжили, мутантные, более приспособленные, продолжают распространять, становятся все более и более устойчивыми, то же самое возникает и в мире псевдонауки, вот, например, слово гомеопатия, которое я уже не раз упоминал, оно уже давным-давно стало таким словом нарицательным, и что придумывают производители гомеопатии, уберем слово гомеопатия и продолжим продавать очень дорогой сахар под видом лекарств, вот, не знаю насчет этой аудитории, давайте проведем эксперимент, поднимите, пожалуйста, руку, если верно, два условия, первое, вы скептически относитесь к гомеопатии, и при этом вы принимали один из препаратов, которые вот здесь нарисованы, есть вот такие люди, я вижу, раз, два, три, четыре, пять, десять, пятна, то есть где-то треть, четверть, треть залов здесь присутствующие, то есть вы были введены в заблуждение, что это не гомеопатия, а давайте мы разберем на примере препарата, эти препараты их называют релизоактивные, то есть там слово гомеопатия не употребляется, вот есть анаферон, что такое анаферон, вы читаете этикетку, и там написано, содержит 0,003 грамма антител к интерферону гамма афиноочищенных, и вы думаете, ну какая же гомеопатия, ну интерферон, гамма, это что-то научное, там связанное с иммунитетом, антитела, ну уж точно связаны с иммунитетом, то есть это же против гриппа, то есть все очень научно, и 0,03 грамма, это же нормально, а там звездочка и маленьким шрифтом, что антитела берутся в разведение, 10 в минус 15, нанограмм на грамм, нано это 10 в минус 9, и мы делаем простую математику, перемножаем все эти числа, и получается, там нет ни одной молекулы антител, то есть это просто сахар, очень дорогой сахар, если мы на массу пересчитаем, это десятки тысяч рублей за килограмм, неудивительно, что на этом делают миллиарды рублей в год, но это не гомеопатия, это релизоактивные препараты, и их не только от гриппа используют, ну и, например, как профилактика клещевого энцефалита, как вам такое, и куча других заболеваний, особенно нравится сахар против диабета, да, и это не только в России, они распространились, ну, конечно, в Европе и в Америке их пока не признают, к счастью, там нормальные регуляторы, но вот в какую-нибудь там, в какую-нибудь Мексику они попадают, окей, вот, но на этом еще не все, потому что дальше возникает мультирезистентность, еще большая устойчивость, а раньше, если бы меня спросили, как отличить науку от уже науки, я бы сказал, ну, хорошо, спросите у автора методики, есть ли у него научные статьи, и если нету научных статей, то сразу лесом его, а если есть, ну, нужно разбираться, так вот, вот по этим релизоактивным препаратам есть научные статьи, они адаптировались к этому аргументу, и вот во всех этих журналах научных есть публикации про эти препараты, ну, или были, я сейчас потом уточню, с некоторыми кейсами все очень просто, вот, например, в журнале экспериментальной биологии и медицины, это российский журнал, который издается, в том числе на английском языке, был спецвыпуск, в котором вышло 48 статей за авторством создателя этих вот препаратов, он же был редактором спецвыпуска, окей, то есть тут понятно, как это пропало в научный журнал, можно, наверное, не разбирать, но в других журналах как такое получается? Ну вот мы в комиссии борьбы с уже наукой, я и некоторые мои коллеги занимаемся тем, что читаем эти статьи, и в каждой, в каждой статье мы находим ошибки, и мы пишем в журналы эти научные, говорим, типа, вот у вас ошибки, давайте что-то с этим делать, вот есть 6 журналов, 6 статей, которые были отозваны научным журналом на основании этой критики, то есть, опс, и правда гомеопатия, прикиньте, вот еще два журнала, которые пометили, кажется, статья сомнительная, спасибо на этом, а еще один журнал опубликовал критику, другой журнал опубликовал критику того, что было в других журналах, ну в общем, вот так вот мы с этим боремся, Но самое смешное, что ошибки, которые мы находим, это ошибки, которые умеют находить дети. То есть представьте себе, есть статья в научном журнале, написанная доктором медицинских наук, членом-корреспондентом Российской академии наук, с кучей соавторов, показываем статью детям, дети находят там ошибки, а потом эти ошибки служат предлогом для отзыва статьи из научного журнала. Я был на мероприятии «Летняя школа», это под Дубной, я прочитал детям лекцию, вот дети сидят, читают статьи члена-корреспондента РАН и находят там ошибки. Какие там бывают ошибки, бывает очень смешно. Например, в одной статье, которая была отозвана, была следующая. Они берут вещество, которое называется диклофенак, это противовоспалительный препарат, который на самом деле работает. И они делают гомеопатическую его версию, если он такого разводит, чтобы его не осталось, этого диклофенака. И дальше они сравнивают гомеопатический диклофенак с диклофенаком, плацебо с диклофенаком, просто диклофенак, диклофенак в разных концентрациях и так далее. И дальше строят какие-то графики и делают какие-то выводы о том, что гомеопатический диклофенак – это зашибись. Что заметили школьники? Вот есть релиз активной формы диклофенака, это гомеопатия, а вот есть плацебо. Это в другой табличке, и они не сравниваются нигде. Никто не попытался сравнить гомеопатию с плацебо, хотя это и есть прямая проверка, которую нужно было бы сравнить и описать результат. Как вы думаете, какой результат сравнения? По их же собственным данным. Нет разницы. Их гомеопатия не отличается от пустышки. Но этот вывод они нигде не делают. Ну, по понятным причинам, потому что это, наверное, не очень хорошо скажется на продажах их препаратов. Ну и то же самое с другими сравнениями. То есть они сравнивают то, что сравнивать не нужно, а то, что нужно сравнивать, они не сравнивают. Сатью отозвали, как я уже сказал. Так вот, из метафоры, которую я вам сегодня привел, есть, на мой взгляд, три полезных вывода в том, как относиться ко всему этому. Первый вывод заключается в том, что если какая-то идея очень распространена, это не значит, что эта идея полезна или хороша. Вот коронавирус, он очень распространен, да, или просто грипп очень распространен. Это не значит, что хорошо этим болеть. И вот то же самое с псевдонаучными идеями. Они могут захватывать умы очень большого количества людей. Вторая вещь — это то, что нужно бороться с идеями, а не с людьми, которые являются их носителями. В мультфильме «Южный парк» есть серия, где персонаж, который изображает Рассел Кроу, это актер из фильма «Гладиатор», он ездит по всему миру и со всеми дерется. Ему кто-то говорит, чувак, сделал бы ты что-то продуктивное со своей жизнью, ну, например, пошел бы бороться с раком. Он такой, классная идея, и он идет в больницу к онкобольным и начинает избивать онкобольных. Ну, это же бред, да? Но то же самое ведь, когда мы сталкиваемся, допустим, с противниками прививок. Мы хотим им помочь, мы не хотим, чтобы они страдали. Они сами в первую очередь являются жертвами своих заблуждений. И поэтому, может быть, нужно проявить чуть больше эмпатии и гуманизма к людям, которые заблуждаются. И последняя мысль – это то, что вот как против вирусов мы можем пытаться устранять уязвимости, через которые они проникают в клетки, так, может быть, что-то похожее можно сделать и с уязвимостями мозга к идеям. Про вирусы скажу историю забавную. Вот я рассказывал про то, что ВИЧ проникает в клетки человека через определенный рецептор. У некоторых людей этот рецептор поломан. И поэтому ВИЧ в эти клетки не проникает. То есть среди нас, может быть, в этом зале кто-то из нас является устойчивым к ВИЧ-человекам. Таких людей немало. А вот справа этот человек, его зовут Тимотерей Браун, он, к сожалению, недавно умер, но до этого он прославился к первой в мире человек, которого полностью вылечили от ВИЧ. Умер он не от ВИЧа, умер он от лейкемии. У него была лейкемия и ВИЧ. Лейкемию ему лечили с помощью химио-радиотерапии, после которой требуется пересадка костного мозга. Ему пересадили костный мозг от человека, устойчивого к ВИЧу, по счету устранения этой уязвимости. И он очень долго прожил после этого без лейкемии, без ВИЧа. Но потом лейкемия к нему вернулась через много-много лет. Но вот победили ВИЧ. И внизу ссылка на статью, где было показано, что если людей обучать рассказывать про пути проникновения псевдонаучных идей в их мозги, например, про иллюзию причинности рассказывать людям, то люди становятся менее склонными эту ошибку совершать в своей повседневной жизни. То есть возникает этот самый иммунитет к псевдонаучным идеям. Поэтому я очень хотел бы, чтобы такой иммунитет у всех у вас появился. И поэтому я про это рассказываю. И несколько книжек хотел бы порекомендовать на заключение. Гарри Поттер «Медорациональное мышление» уже про него говорил. «Недоверчивые умы» — это книжка про то, почему люди верят в теорию заговора. Есть книжка «Объясняю религию. Природа религиозного мышления» Паскаля Бао и антрополога про то, почему распространены религиозные идеи. Ну и я тоже написал несколько книжек. Их я комментирую сейчас не буду. Я лучше отвечу на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Аплодисменты. Ну да, действительно, одну из этих книг мы, как и договаривались, прямо сейчас и разыграем. Итак, это «Защита от темных искусств» авторства Александра Панчина. Поэтому давайте посоревнуемся в лучших вопросах. Поднимайте руки. Итак, у нас есть первый ряд. Пожалуйста. Нет? Простите, микрофон до вас пока не доехал. Ничего доберется. Если можно, погромче. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я студентка факультета журналистики МГУ. Можете привести, пожалуйста, примеры, самые вопиющие примеры, когда лжезнания, лженаука больше всего навредили человечеству? Хороший. Спасибо. Ну, мне кажется, что самый яркий пример – это то, что сейчас происходит в России в связи с пандемией. Вот идеи антиваксерские про то, что коронавирус не существует, что это всего лишь обычное ОРВИ, что прививка – это на самом деле чипирование, или что прививка вызовет бесплодие, или что прививка вызовет аутизм. Вот эти мифы, они приводят к тому, что сейчас в России больше половины населения не хотят прививаться. И это достаточно страшно, потому что у нас нет какого-то сейчас хорошего лекарства от коронавируса, у нас нет ничего другого. И все-таки, помимо того, что около 2% зараженных коронавирусом людей умирает, для тех, кто переболел в более легких формах, ну, понятно, и совсем легкая форма – это не страшно, но люди, которые там были госпитализированы, очень часто сталкиваются с постковидным синдромом, из-за которого у людей очень долго, у некоторых уже год, там нет обоняния, снижение интеллектуальных функций, снижение, ну, повышенный риск личных заболеваний, сердца, и не только сердца. То есть очень много нежелательных последствий. У меня есть отдельная лекция про это. Мне кажется, это самый неприятный миф, который сейчас существует. Александр, у нас не так много времени, а много желающих задать вопросы и посоревноваться за обладание вашей книжкой, поэтому, да, чуть-чуть так в режиме Блиц. Прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Агла, я заканчиваю школу, у меня к вам такой вопрос. Я заметила, что поверхностные знания наталкивают людей на какие-то антинаучные выводы. И, например, из-за поверхностных знаний в квантовой физике люди как-то пришли к выводу о том, что существуют вибрации вселенной и материализация мыслей. Продают книги и рубят на это очень большие деньги. И вот у меня к вам такой вопрос. Что лучше, какие-то поверхностные знания или, в принципе, их отсутствие? Мне кажется, что поверхностные знания все равно лучше, чем их отсутствие, потому что, ну, если мы берем человека, который вообще ничего не знает, то ему можно вообще любую лапшу на уши вешать. То есть понятно, что поверхностные знания не спасают в 90% случаев, но они спасают в 10% случаев. Хоть какие-то знания у человека есть. Ну, то есть, конечно, нельзя этим удовлетворяться. И, конечно, хорошо бы, чтобы, допустим, те же научно-популярные лекции чуть-чуть глубже докладывали материал. Есть точка зрения среди моих коллег, что поверхностные знания – это очень-очень-очень вредно. Но мне кажется, что есть некий элемент снобизма в этой постановке. Потому что, ну, типа как, либо ты прошел 5 лет обучения, там, 6 лет обучения букваря-магистратура и можешь что-то говорить, и то не факт. Либо ты вообще по этой теме не можешь говорить. Ну, вы поняли. Ну, вот, мне кажется, что даже если чуть-чуть поднять уровень, чуть-чуть поднять планку, уже будет больше тем, появится возможность заинтересоваться какой-то темой и изучить ее. Ну, то есть, я не думаю, что люди, которые торгуют лекарствами на основе квантовых препаратов, что они реально рассчитывают на тех, у кого поверхностные знания в квантовой механике. Нет, они рассчитывают на тех, кто вообще просто слышал слово «квантовая механика» и все. Александр, проявили чудеса гуманизма, я считаю, и понимание. Мне очень понравилась, что вот эта вот аналогия с избиением онкобольных, и что надо все-таки давать шансы. Дадим шанс выиграть книгу. Еще вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Даша, факультет журналистики МГУ. Спасибо большое за интересную лекцию. Хотел бы задать такой вопрос. Пожалуй, самое распространенное заблуждение – это эзотерика. И надо ли с ней бороться или как? И какие действия в таком случае нужно применять? Ну, вот моя позиция заключается в том, что поскольку в основе самых разных заблуждений, включая эзотерику, лежат похожие ошибки мышления, хорошо бы бороться на самом деле с причиной, а не со следствием. Хорошо бы бороться с вот этими ошибками мышления, рассказывать про них как можно больше. Потому что эзотерика или астрология или гомеопатия – это же просто примеры, на которых можно проиллюстрировать действия этих ошибок. Но главная ценная информация, которую нужно извлечь из всех этих примеров, в том числе, которые я сегодня рассказывал, это не то, что астрология не работает. Потому что вы поймете, что астрология не работает, а потом придет human design, и вы поверите в human design. А понять, почему в целом такого типа вот идеи не обоснованы. На широком спектре примеров. Так, еще вопросы. Я видел руки. Прошу. Микрофоны. Я уже даже украл микрофон. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Журавлев Никита. Я с факультета журналистики МГУ. Собственно, продолжаю дискуссию по поводу причин, следствий и так далее. Вот, допустим, у меня есть условная бабушка, которая сегодня уже прислала мне открытку в WhatsApp и сказала, что прививка от коронавируса – это плохо. И, соответственно, здесь у нас одна из причин, которые я вижу – это цифровое неравенство. Как мне моей условной бабушке прийти и объяснить, бабушка, это не так, эргоферон не пей, анаферон не пей, как бороться с этим, как бороться со лженаукой, когда все наше коммуникационное поле просто завалено фейками, дипфейками и так далее. Ну вот, видимо, практические рекомендации уже хотят. Да, проблема в том, что нет хорошего лекарства от вашей проблемы, нет золотой пилюли, и люди очень разные. То есть некоторые бабушки и дедушки вполне нормально реагируют на научную аргументацию. Можете попробовать такой подход. Например, если речь про вакцинацию, я делал пост «20 мифов о вакцинах с разбором», и на многих людей он подействовал. Подействовать ли он на бабушку, да, я не могу сказать. Каким-то людям нужно обязательно, чтобы это был авторитетный источник, то есть чтобы был какой-то человек со степенью медицинской, доктор наук, академик. Можно найти такого. То есть попытаться понять, а какого типа аргумента в принципе ожидает ваша бабушка, что на нее производит впечатление, почему она верит в эту ерунду. Потому что кто-то авторитетный сказал, тогда надо более авторитетного найти в противовес. Если потому что она какой-то миф услышала, нужно этот миф разоблачить. Если потому что она просто не хочет вакцинироваться, то тогда, ну, не знаю. Александр, ну, отвечая на этот вопрос, конечно, это практическая рекомендация, вы сами себе немножечко противоречите. Помните, еще в ходе пленарной дискуссии, вот здесь, пару часов назад, насчет апелляции к авторитету было, что это все-таки… Ну, смотрите, тут когда… В принципе, апелляция к авторитету – это действительно плохая вещь. Противоречий здесь нет, потому что мы в данном случае пытаемся не выбрать лучшее решение из лучших, а лучшее из худших. И в данном случае мы хотим, чтобы бабушка все-таки вакцинировалась. Если только это ее убеждает, то давайте мы ей это найдем. Спасибо. Уверен, еще есть вопросы? Прошу вас. А вы, по-моему, уже задавали, нет? Нет, я не задавала. Я пыталась задать, а тут… А, хорошо, ладно. Да? Болтала? У меня вот такой вопрос. Насчет, знаете же, существуют такие молодежные организации, ну, те же ГОТы, например, которые поклоняются дьяволу, устраивают ритуалы, все такое. И бывают такие люди, которые так углубляются вот всю эту чертовщину, честно, я сама Бога не верю, но в эту чертовщину верю, но до такого не дошла. И они, бывает, доходят до ручки, начинают убивать людей прямо направо и налево. И у меня вот такой вопрос. Стоит ли их сразу ограничивать, то есть, так сказать, на первом этапе или, можно сказать, понаблюдать и будь что будет, так сказать? В вашем вопросе была некоторая пресуппозиция, что люди, которые, и, кстати, это часто бывает по приколу или в шутку, вот, например, смотрите, у меня на шее висит пентаграмма, но при этом я не верю в чертовщину. Моя книжка про то, почему в это верить не надо. Но мне это просто нравится, этот символ. Некоторые люди просто по приколу могут носить какую-то символику. То есть, в вашем вопросе есть пресуппозиция, что люди, которые увлекаются чем-то таким мистическим, и что они доходят до ручки. Но до ручки доходят и люди, которые интересуются самыми разными вещами. Вот, например, была скандальная история, где историк убил свою возлюбленную студентку. Можно было бы сказать, что вот видите, история доводит людей до ручки. Это про город Расчленград. Человек так увлекся Наполеоном, что убил девушку. Ну, то есть, люди совершают преступления по разным причинам. И для начала, прежде чем ответить на ваш вопрос, хорошо бы разобраться, а действительно, какие причины могут действительно доводить людей до ручки, что они становятся преступниками. И я думаю, что часто окажется, что это не мистические причины, не вера в сверхъестественное. Такое тоже может быть. Ну, то есть, я бы, прежде чем какую-то группу записать в социально опасное, я бы сначала попытался найти научные доказательства того, что действительно эта группа социально опасная. А уже потом думал бы о том, что с ними делать. Я не знаю, может быть, вы правы, но я таких данных не видел. Можно, конечно, еще немножко порассуждать на эту тему, но, к сожалению, время наше подходит к концу. Вопросов прозвучало, да, согласен не так уж и много, что уместили, то уместили. Александр, выбирайте. Какой вопрос, с вашей точки зрения, заслуживает? Ну, мне кажется, первый вопрос про самый опасный миф позволил поговорить немножко про действительно опасные вещи, которых я сегодня не касался в лекции. А тогда давайте мы попросим автора, человека, задавшего этот вопрос, выйти к нам на сцену и получить книгу из рук автора. Под ваши аплодисменты. Спасибо за вопрос. Я вам потом подпишу. Хорошо? Все. Здорово. Александр Панчин. Спасибо. Человек, который помогает нам противостоять вирусам лженауки. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин